Сегодня будет первый генеалогический обзор на фантастических тварей. Моя коллега Настя сходила на фильм, сказала, что там есть даже модель 3D-древа, поэтому я поняла, что мне обязательно нужно посмотреть и рассказать вам о фиштвеге, кстати, вообще на этот фильм идти. Самое главное, что, ну, раз сходила на этот фильм, на вами, нам сам Бог и я, поэтому сейчас будет перерывный просмотр, после чего я для вас запишу самые первые впечатления и, конечно, потом еще немножечко подумаю и запишу вторые впечатления. Так что ждите, обзор скоро будет готов. Я чувствую, как кресло поехало. Вот стаканы попадались. Обязательно надо смотреть в 4D, то есть я смотрела в 4D, я очередной раз убедилась в мысли, что в кино сейчас имеет смысл ходить только на 4D, потому что иначе просто тратить деньги на просмотр в кино, если можно посмотреть дома в хорошем кинотеатре, смысла нет. Поэтому 4D очень рекомендую, все, что-то там шевелится, кто-то вам в ухо дует, в спину тыкает, и все это очень фильм оживляет, особенно такой, где много всяких магических существ. Это, кстати, тоже мне очень понравилось, всякие зверушки там милые и страшные, и страшно милые, и, в общем, очень классные. Так что однозначно я считаю, что фильм стоит просмотра. Единственное, конечно, 2 часа долговато все-таки. И сейчас я, так получилось, я читаю еще сейчас Терри Пратчета. Если кто-то читал, все знают приблизительно, что такое его вселенная. Она такая немного, конечно, другая волшебная, тоже не менее волшебная, но совсем другая, и она мне как-то по духу ближе, чем вот такой немножко мрачный мир Гарри Поттера. Но, с другой стороны, Гарри Поттера я лично тоже очень люблю. Я думаю, тем, кто любит Гарри Поттера, это абсолютно точно понравится, потому что, чем перечитывать его или пересматривать очередной раз, посмотреть такую расширенную вселенную гарри-поттеровскую, еще раз увидеть Хогвартс, определенно стоит. Ну, а, собственно, о том моменте, как вообще генеалогия сопрягается со всем этим фильмом, и что же это за генеалогическое древо, которое мне так нахваливали, я расскажу чуть позже, когда уже немножечко осмыслю фильм. Вкратце перескажу вам сюжет. Начинается с того, что мы видим двух братьев. Один из которых успешно и работает в министерстве, а второй такой сам себе на уме, имеет проблемы с тем же министерством, скромный, застенчивый и, как мы чуть позже узнаем, работает с животными. Между ними есть невеста первого брата, которая какую-то имеет сложную любовную историю со вторым. В общем, все немножечко запутано. Также встречаем парочку, где волшебница и магл не знают, как им пожениться. И через какой-то момент уже начинается сама основная заварушка сюжета, которая, собственно, происходит с момента, где появляется бродячий цирк. Все, конечно, очень интересно. Самые яркие моменты – это фантастические твари. Они самые яркие. Все остальное довольно-таки такое сумрачное. Иногда хочется прям чуть-чуть убрать этих серых тонов и добавить цвета. Но что делать, вселенная Гарри Поттера должна быть темной, по мнению режиссеров. Что касается генеалогического самого смысла, то здесь есть простая, очень такая тривиальная мысль о том, что поиски семьи дают в итоге, если они увенчиваются успехом, и человек узнает своих биологических родителей, они дают опору в жизни. Без этого он как тростинка его мотает туда-сюда. Он чувствует себя неполноценным. И, собственно, в противовес приводится тема династии, чистокровности. То есть те случаи, когда понятие рода и семьи используют как разменную монету, как еще одно благо, вроде как денег. То есть, скажем, генеалогия лишенной духовности. По поводу самого генеалогического древа я немножечко разочаровалась, потому что тот момент, где оно появляется на кладбище, вы точно его не пропустите. Конечно, очень красиво, как оно так прям растет, дерево, там такие старинные картинки. Но я ожидала больше блеска, больше внимания именно к этому объекту, к древу. Единственное, что это очередной раз навело меня на мысль о том, что, конечно, здорово иметь там свитки, поколенные росписи, которые очень удобны в исследовании, и в которые нужно вдуматься немножечко, и там вы все поймете, где какие связи есть. Но, конечно, 3D-объект, это, безусловно, самая лучшая презентация для родственников, для нас самих, когда мы хотим не очень сильно думать, а просто посмотреть быстренько какую-то связь. Поэтому все современные средства, надеюсь, силами нас и наших будущих поколений генеалогов, будут поставлены на службу генеалогии, так, чтобы сделать доступными, красивые, новые, современные методы отображения древа. Такие, как мы привыкли видеть в других областях жизни, там, в сенсорных наших телефонах, да, в гугл-очках и впрочем. Спасибо, что посмотрели это видео. Удачи в ваших поисках. Субтитры сделал DimaTorzok